У нас осень на дворе, у нас все идет к тому, чтобы подготовить дачный участок, вот у меня маленький огородик, к следующему сезону. Это достаточно тяжело. Я приветствую всех телезрителей и, конечно, моих подписчиков на канале YouTube «Колова садовая тетя Таня». Морковь, конечно, культура, как кажется, не такая уж, она и капризная. Вроде как она посеяла ее, да и растет, но не скажите, совсем это не так выглядит. Если хотите красивую, ровную морковь, а в этом году она просто замечательная, с большой гряды в три ряда, да, гряда вот такая была и три ряда на ней, всего три морковки, три было распальцованное, вот такие вот. Остальные все были ровные и спокойные. А почему? Да потому что, во-первых, она была посеяна на спитой чай, и вы это помните. Во-вторых, морковка получила междурядье вот такой ширины, это до 40 сантиметров. Все проветривалось, никакой морковной мухи на ней нету. Она замечательная, она уже убрана, она достаточно среднеспелая, поэтому держать ее дальше, чтобы она снова проросла, мне это неинтересно. Но мы готовим грядку под морковь для зимнего посева, подзимнего. Почему? Да потому что, хочу сказать, что и лук, и морковка, посеянные под зиму, прекрасно растут. И первую продукцию вы получите уже в конце июня. И лук вместо батуна этого, извините, он что-то клопами мне припахивает. Я люблю лук настоящий, у которого и головка небольшая сформирована, чтобы поджарить что-то, и зелень великолепная для салата. Так выбирая место для моркови или лука, помните, лучше их поменять местами. Там, где был лук, он был вот здесь, будет морковь. Там, где была морковь, там будет лук. Значит, что нужно сделать для того, чтобы все удалось? Во-первых, прокопать на глубину 35 сантиметров, чтобы корешок морковки, хвостик не уперся в комок или непрокопанную вот эту подошву. Тогда распальцовок будет наименьшее количество. Практически они не должны быть. А морковки что же надо как-то приготовить в землю? Если у нас почва кисловатая, значит, нужно внести доломитовую муку из расчета 1 стакан на квадратный метр. Вот она доломитовая мука прекрасная. Вот, пожалуйста, посмотрите. Это раскислитель почвы. Видите? Почему я так настаиваю на осенние перекопки и на осеннее внесение раскислителей? Да потому что все тяжелые карбонаты кальция работают очень долго. Если с осени раскислить, весной вы получите нейтральную почву под морковь, под капусту, под помидоры, под перцы, баклажаны и так далее. Под астры, под гладиолусы. Вот смотрите, стакан на квадратный метр. Ну, я примерно догадываюсь, сколько это. Это две вот такие вот горсти. Поскольку грядка будет не широкая на сей раз, на два ряда всего, стакан это примерно вот так. Примерно это и есть квадратный метр. Тщательно все просыпали. И, а теперь, внимание, для того, чтобы избавиться от проволочников, а еще и от той же морковной мухи, которая может быть в земле, наверняка есть, и еще и луковые мухи, не дай бог вы посадите на то же место, воспользуйтесь все-таки вот этим горчичным жмыхом. Все-таки, если он работает от проволочника, то он сработает и от почвообитаемых вредителей. И также примерно, ну, примерно стаканчик вот на квадратный метр. Ну, не пожедитесь уже, уже слышу ваше возмущение. Ведь это же прекрасное питание. Это остатки от переработки горчицы, ее семени, ее стволиков. А горчица прекрасный чистящий санитар, которого просто не найти в природе другого такого. И я вам очень рекомендую все это внести для того, чтобы совершенно спокойно встретить весну. Ну, либо вы сеете морковку сейчас под зиму, но только тогда, когда замерзнет почва, но грядку приготовьте заранее, бороздки заранее. Как замерзнет первый раз почва, высевайте семена. Они уже не прорастут, но весной рано все взойдет просто замечательно. А теперь перекапываем. Вот в чем смысл перекопки? Посмотрите, вот загоняю вилы настолько, насколько можно глубоко и переворачиваю. Смотрите, очень глубоко. Вот представьте себе морковку большую. Это самсон или соломон. Они прям здоровенные, чуть не по локоть. Но перекопать вы должны глубоко и пышненько. Можете сеять весной, но грядку приготовить вы обязаны осенью. И потом, знаете, дорогие, когда мне говорят, ну что мы нанимались что ли, и осенью пахать, и весной копать. А вы как хотели? Если вы осенью хорошо все вспахали, внесли все, что положено, и приготовили грядку, она у вас даже форму должна иметь, уже и бортики должны быть. Так вы весной можете не копаную посадить в землю, даже картофель. От этого им плохо не будет. Вот сейчас мы когда перекапываем, мы все разорили все сообщества этих бактерий. Они все в разорванном состоянии. Для того, чтобы растение начало расти, образовывая корневую систему, надо, чтобы снова сообщество, экосистема сложилось. Понимаете? Бактерии должны снова заработать. Только тогда растение получит питание, защиту и прочее. Только тогда оно начнет расти. А вы как упертые быки, блин. Ну пожалуйста, послушайте меня. Перекопайте, не хотите сеять под зиму? Да бога ради, посеете весной. Но грядку приготовить вы обязаны. Ага, слышу чьи-то вопли. А она слежится. Да поймите вы, ничего не слежится. Весной наступит момент, когда земля оживает. И она начинает дышать. И ты встаешь на любое место, копанное и не копанное, и проваливаешься. Вот момент, когда нужно внести семя туда. Вот когда оно вырастет. Услышьте меня, пожалуйста. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин